Вера, семья, отечество. Те скрепы, которыми живут все православные. Так назвали новую выставку, которая открылась в Доме культуры посёлка Сельц. На мероприятии презентовали иконописный проект «Великие святые России». Нравственно-просветительский проект «Великие святые России» направлен на просвещение прихожан, россиян, вообще православных, с святыми, которые населяли нашу Россию, населяли нашу землю, несли Слово Божие. Автор икон – известный ульяновский художник Александр Карпов. На полотнах изображены всеми почитаемые святые – Сергий Радонежский, Александр Невский, Фёдор Ушаков, Георгий Победоносец. Каждый образ создан в технике холодной эмали на внушительных размерах полотнах. Особое внимание в коллекции местным святым, а именно Блаженному Андрею Симбирскому. «Образ был подарен Татьяне Хригорьевне Аюповой, но она любезно предоставила нам для выставок. И владыка Иосиф нам обещал предоставить мощи для того, чтобы мы ездили по стране и прославляли нашу ульяновску Симбирскому Андрея Блаженному». На презентацию проекта собрались не только местные жители, но и представители духовенства, правительства, учреждений культуры. А самым главным подарком для собравшихся стало неожиданное появление известной семейной пары – Антона и Виктории Макарских. В этот же день артисты дали живой концерт во Дворце культуры «Современник». А на выставку икон пару пригласила матушка Евсевия из Израиля, которая уже знакома с творчеством ульяновского иконописца. «Вот могли бы мы подумать, да, что матушка Евсения говорит, Вика, я там посмотрела в инстаграме, видите, матушка говорит, вы едете туда, вы едете в Ульяновск, вы обязательно должны приехать, вот прям найдите время, логистика сложная, сам чек, нужно отстроить звук, нужно приготовиться, нужно отгладить платье и так далее». Заехали, как отметил Антон Макарский, к ульяновцам по-соседски, ведь сам артист родился и вырос в Пенде. Актеры поговорили о влиянии соцсетей, о том, как важно проводить подобные проекты, и даже зачитали стихотворения. «Нет права опускать руки, ведь в них спрятано наше завтра. Самой тяжелой мукой осознание невозврата, самой глубокой раной невозможность вернуть возможность. Слаще небесной манны по пути к идеалу сложность». Далее выставка отправится в Преслониху в музей Аркадия Пластва. А уже 9 мая иконы покажут москвичам в Кремлевском музее Победы. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ.